здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость я друзья в начале этой ситуации касался этой темы эта тема михаила ефремова когда это только все начиналось только произошло потом как-то от этой темы и отошел но вот то что происходит сейчас вынудило меня обратить внимание на эту ситуацию потому что там происходят совершенно нелепые какие-то странные вещи это происходило на протяжении всего этого судебного заседания но то что происходит сейчас конечно это вызывает своего рода настороженность против всех свидетелей по делу ефремова возбудили уголовные дела дела заведены по статье о даче заведомо ложных показаний как сообщили в мвд заявление свидетелей противоречат собранным доказательством их допрашивали по ходатайству эльмана пашаева следственное управление гу мвд по москве возбудило уголовные дела в отношении трех свидетелей по делу актера михаил ефремова сообщил официальный представитель мвд ирина волк свидетели подозреваются в даче заведомо ложных показаний как рассказала волк в ходе процесса защиты ефремова пригласила в суд двух мужчин которые якобы видели что за рулем внедорожника актера сидел тут другой а сам ефремов стоял рядом с машиной еще один свидетель защиты утверждает что до дтп он якобы видел на заднем сиденье джип незнакомую его мужчину а за рулем никого не видел при вынесении приговору судом был сделан вывод о том что данные тремя свидетелями показания противоречат собранным по делу доказательством и являются недостоверными следствием были изучены материалы поступившие из прокуратуры города москвы и в ходе проверки установлены достаточные данные указывающие на то что трое свидетелей в суде дали заведомо ложные показания добавила волк против них были заведены дела по части 1 статьи 307 по этой статье предусмотрено наказание виде штрафа до 80 тысяч рублей обязательные или исправительные работы либо арест на срок до трех месяцев имена свидетелей сообщение мвд не приводит сатас отмечает что они были допрошены по ходатайству бывшего адвоката ефремова эльмана пашаева также друзья всем напомню что в середине сентября он лишился адвокатского статуса сам актер жаловался на своего защитника и что тот его подставил вот такая друзья информация еще раз я скажу что как эта ситуация начиналась так она и заканчивается очень много странностей было очень много было непонятных на мой взгляд даже нелепых высказываний вот что чуть ли там ефремова туда не подбросили в эту машину вот но и в принципе так она и заканчивается хотя как мне кажется в этой ситуации еще конца то в принципе как такового и не видно на этом друзья у меня все всем кому понравилось видео ставьте класс и подписывайтесь на канал обязательно нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новое видео появившиеся на канале всем пока друзья до новых встреч